Я снимаю ролики для YouTube уже 6 лет и поймал себя на мысли, что на моем канале выходило огромное количество сюжетов, за которые были многие благодарны, но в первую очередь это взрослые люди. Многих из вас я научил считать кредиты, многих из вас я научил правильно покупать автомобили, и многие люди пишут спасибо, но я ни разу не делал ни одного доброго ролика для детей. И в этом сюжете у меня есть такая возможность и есть такая же возможность у вас сделать доброе дело. Друзья, не стоит выключать ролик и думать, что это будет какая-то грустная история, я на это не готов, мое сердце не выдержит. В том-то и суть, что человеческая жизнь, как выяснилось, имеет цену, и вы просто вдумайтесь, что оказывается у нас с вами прямо сейчас будет возможность подарить одному ребенку жизнь. Пойдемте в гости, познакомимся, сейчас все вам покажу, расскажу, я вам в этом ролике ничего не буду рекламировать, поэтому приятного вам просмотра, и я вас очень сильно прошу, этому парню нужно помочь, и мы должны спасти его жизнь. Меня зовут Паргарита Вулпе, мне 24 года. Я проживала раньше в Кашире, потом я познакомилась со своим мужем, с Мариусом, и мы уже переехали в Москву. Также работала в Москве, забеременела, ушла в декрет, и уже с тех пор мы живем в Москве. Да, мы хотели забезти ребенка. Я узнала в апреле, в начале апреля, увидела положительный тест, и это было самым большим счастьем для всей нашей семьи. Беременность у меня протекала без осложнений, я сдавала все анализы, которые необходимы, которые меня направляли врачи женской консультации. Не было ни одного анализа, которому можно было придраться, не было вообще никаких нареканий. То есть все скрининги, все УЗИ были в абсолютном порядке, мне говорили, что у меня крепкий, здоровый малыш. Мамочка, не переживайте. И ты сама себя чувствовала прекрасно? У меня был токсикоз, но, как говорили врачи, что токсикоз – это признак физиологически правильно протекающей беременности. Мартин родился 29 декабря 2020 года, прямо перед Новым годом. Счастье? Да. Первое ощущение, когда папа приезжает, в руки берут, все рыдали, слезы счастья? Да, да, он такой маленький, крошечный, действительно, просто вся семья была в таком восторге от него. Глаза красиво очень. Мартин тоже родился абсолютно здоровым малышом, 8-9 по шкале Абгар, у врачей не было никаких нареканий по его состоянию, то есть из роддома его выписали как здоровым ребенком. Маргарита, проходит полтора месяца, и вы начали замечать, что Мартин не держит головку и не пытается ее начинать держать. Да, действительно, когда ему исполнилось уже полтора месяца, мы всей семьей очень ждали того момента, когда уже он начнет как-то удерживать голову, либо пытаться, но на все наши попытки, вкладывание на животик, также у нас был один курс массажа, то есть все безуспешно. При этом ребенок не то, что становился крепче, он наоборот терял все свои силы, то есть ручки, ножки у него были как ниточки, у них абсолютно не было никакого напряжения, силы, то есть абсолютно такой вяленький малыш был. Мы обратились к педиатру, она сразу, она очень деликатно сказала, что это вопрос по части генетики, обращайтесь к неврологу. Мы обратились к неврологу, нам сразу же предположили этот диагноз, то есть нам просто тогда сказали, сдайте анализ СМА, но мы люди не близки к медицине, никогда ранее про это не слышали, то есть в тот момент в том кабинете мы даже в принципе не могли такое предположить. СМА это аббревиатура спинально-мышечная атрофия, то есть это генетическое заболевание. Это заболевание случается тогда у ребенка, когда встречаются два здоровых носителя, то есть вот мы с мужем являемся двумя здоровыми носителями. Такими носителями является, ну вот по статистике, каждый сироковожитель планеты. То есть если такие два здоровых носителя встречаются, у них рождается ребенок, то 25% вероятность того, что у ребенка будет СМА. Вот это генетическое смертельное заболевание, при котором постепенно у ребенка атрофируются все мышцы, начиная с двигательных функций и далее глотательные и дыхательные. То есть ребенок умирает от того, что он не может сделать свой вдох. Во-первых, раньше ее не диагностировали, то есть раньше ребенок просто умирал, делали заключение, что пневмония. Это как тоже такое вытекающее СМА. И все, никто не разбирался. То есть не диагностировали и плюс, конечно, не лечили. Даже если удавалось диагностировать от заболевания, то врачи сразу родителям говорили, что задумайтесь о рождении другого ребенка. И родители просто забирали свое дитя домой и смотрели за тем, как оно уходит. Мартина сейчас 7 месяцев и для 7-месячного ребенка, конечно, мы очень сильно отстаем именно в физическом развитии. То есть основное наше занятие в течение дня – это мы просто лежим и при моей помощи переворачиваемся, еще что-то делаем. То есть у него не хватает силы, возможности для того, чтобы самостоятельно перевернуться, лечь на животик, приподнять на животике голову. Я уже не говорю о том, чтобы сесть. Маргарита, слушай, но вы активно занимаетесь им? Я знаю, вы в бассейн ездите, массаж делаете. Эти процедуры, они помогают? Да, действительно, мы стараемся все-таки сохранить Мартина в сохранном состоянии. И мы, то есть у нас на постоянной основе это занятие в бассейне с гидрореабилитологом. Также у нас каждый день проходит курс занятия массажем. И благодаря этим мероприятиям нам удается сохранить все-таки Мартина в удовлетворительном состоянии. При том, что у него спинально-мышечный атрофей первого типа. Но все равно, конечно, слабость в мышцах, ножки у нас практически обездвижены. То есть максимум движения, это такие легкие сгибания по поверхности кровати. Ручки, им очень сложно вытягивать ручки перед собой, захватывать и удерживать предметы. Здесь у нас все необходимое для Мартина. То есть это наш массажный стол, на котором у него каждый день проходят занятия. Здесь у нас в сумках и в коробках необходимое оборудование. Это откашливатель, аспиратор, также там Нивл, увлажнитель для Нивла. Здесь у нас стоит кислородный концентратор, огромный чемодан. Это все просто вот стоит. И на тот случай, если вдруг будут какие-то ухудшения, потому что это может случиться абсолютно непредсказуемо, и это в один миг, без этого Мартин просто не сможет жить. К сожалению, СМА это очень агрессивное и постоянно прогрессирующее без лечения заболевание, при котором не может быть улучшений без применения терапии. То есть да, сейчас Мартин находится в сохранном состоянии, но это все непредсказуемо и может измениться в любой момент. Когда ты получила подтверждение диагноза, что у вас вот эта болезнь, и как выяснилось еще позже, что она у вас чуть ли не в самой тяжелой степени, конкретно по вам. Да, первой части. Тяжело спрашивать, но просто вот ощущение на душе, что в этот момент у тебя произошло? Ну, у меня жизнь оборвалась. Как будто такое черное пятно и все. То есть, получается, нам предположили, и две недели мы просто ждали результат. И вот за эти две недели я была практически, не знаю, на 90% уверена в том, что это не наша история. Ну, какое генетическое заболевание, мы здоровы, семья вся здоровая, откуда? Такого не может быть. Когда мне врач позвонила, я сказала, что диагноз подтвердился. Ну, сначала такая черная пелена, которая, ну, просто один вопрос, за что? Почему мы? Почему нам? Почему именно Мартин? Конечно, две недели у нас мы плакали всей семьей. Плакал Мариус, плакал дедушка Мартина, потому что, ну, мы не понимали, что нам с этим делать, как нам дальше жить. Это вот такое счастье, оно просто оборвалось в одночасье. И мы просто не понимали дальше, действительно, вот как жить, что нам делать. Но в тот же момент мы поняли, что надо бороться, потому что мы начали, конечно, искать информацию в интернете, в социальных сетях. И находили семьи, общались с семьями, и увидели то, что с этим можно жить, с этим нужно жить, и обязательно нужно бороться за ребенка. Конечно, первое, на что натыкаешься в интернете, это то, что дети не доживают до двух лет, со СМА первым типом. А второе, на что ты натыкаешься в интернете, что от СМА есть лекарство, и это самое дорогое лекарство в мире. Это препарат генной терапии, залгин СМА называется. Это разработка американской компании Novartis, в которую они вложили порядка 7 миллиардов долларов. Это является самым дорогим лекарством, стоит 150 миллионов рублей. Один укол. Один укол, да. Он нужен всего один на всю жизнь, продуцирует вот этот отсутствующий ген у ребенка, и в организме начинает вырабатываться тот самый белок, который необходим для работы метонеронов. И, во-первых, останавливается прогрессирование заболевания, и, во-вторых, у ребенка появляются новые возможности, новые какие-то способности, и благодаря этому препарату, благодаря этой генотерапии ребенок, который никогда не сидел, не ходил, и, в принципе, с таким диагнозом это когда-то казалось мечтой просто, то сейчас это все возможно и реально. Поэтому одного укола достаточно на всю жизнь для ребенка, чтобы жить и чтобы двигаться, двигаться в том объеме, в котором может двигаться здоровый человек. Расскажи, пожалуйста, со стороны государства какая-то поддержка в части лечения этой болезни есть? Создан фонд при поддержке по поручению президента, который носит название «Круг добра». Этот фонд создан именно для обеспечения детей, у которых редкие орфанные заболевания, такие как спинально-мышечная атрофия. И фонд оказывает действительно поддержку, он помогает родителям с обеспечением детей поддерживающей терапии, если мы говорим о спинально-мышечной атрофии. Но что касаемо препарата «Залгинсма», на котором мы ведем сбор, фонд еще не обеспечил ни одного ребенка. То есть полгода существует фонд, и на данный момент ни одна заявка не одобрена, ни одному ребенку препарат не закуплен. Я правильно понимаю, что если сталкиваешься с такой болезнью, то тебе никто ничего не даст, и эту сумму на один укол, 150 миллионов рублей, ваша семья собирает сама путем того, что вы ведете сборы, вы просите людей вам помочь. И вот только сообща, единственный вариант, есть возможность собрать эту сумму. Да, если мы говорим именно о препарате «Залгинсма», то здесь родители берут в свои руки именно ведение сбора. Также, конечно, благотворительные фонды поддерживают этот процесс, то есть привлекают, возможно, какие-то организации, помогают организовывать какие-то мероприятия. Но все-таки основной вклад и основное все направление, оно лежит именно на родителях и волонтерах. Маргарита, расскажи, пожалуйста, поподробнее о поддержке. Я знаю, что многие публичные люди тебе помогали, не публичные люди, огромное количество. Как это происходит? И какую сумму сбора вам сегодня уже удалось сообща вот так собрать? Во-первых, хочется рассказать именно о наших волонтерах, о наших волшебниках, потому что это люди с самого первого дня помогают нашей семье, помогают нам справиться с этим. То есть, чтобы все понимали, люди, которые 24 на 7 постоянно находятся, ну, если мы говорим, да, о работе в онлайне, постоянно находятся в сети, и в Инстаграме отрабатываются ссылки, постоянно пишут блогерам, всяким медийным личностям с просьбой о поддержке, о распространении информации. Повсеместно распространяют информацию, то есть это и клеят листовки, договариваются о размещении там наружной рекламы, о проведении каких-либо мероприятий. Сейчас также у нас волонтеры, вот даже в Кашире, у нас прям очень сильно так, сильный отклик получил, это сбор макулатуры. То есть мы уже собрали макулатуры примерно на 200 тысяч. То есть, ну, вот просто обычная бумага, картон. В принципе, да, ну, какой сейчас, какого человека сейчас заставишь заниматься макулатурой? Ну, это действительно, это приносит деньги. Тогда, когда их взять, ну, просто неоткуда. Хочется поблагодарить, сказать огромное спасибо, огромное человеческое, материнское спасибо всем нашим помощникам, волшебникам, кто в ущерб своей семье, своим каким-то личным интересам помогает нашему Мартину приблизиться к заветным словам. Сбор закрыт. Спасибо. Друзья, я хочу к вам обратиться с такой просьбой и, самое главное, с такой подводкой. На Ютьюбе я снимаю ролики 6 лет. Я знаю одно, что аудитория моего канала это огромная часть людей с большим сердцем. Это огромная часть людей, которые адекватны, которые всегда готовы прийти помочь в трудной ситуации. Очень часто вы писали мне, что мои сюжеты полезны, они вам помогли в жизни, они вас уберегли где-то от обмана, где-то вы получили полезную информацию, вы писали мне слова спасибо. И вот сегодня, сидя рядом с тобой, я хочу, чтобы все те люди, кто были когда-то благодарны мне, помогли именно, в первую очередь, тебе и твоему сыну. Друзья, давайте все вместе сейчас возьмем телефоны, я это сделаю обязательно. Перевод от себя, как положено, я оформлю. И я прошу вас каждого, кто сколько может, кому сколько не жалко, но постарайтесь по максимуму помочь, потому что здесь ситуация такая, что нужно по шустрику собрать деньги и в силу того, что у нас огромное с вами количество, мы с вами кто, мы с вами люди, мы должны помогать друг другу и поможем Мартину. Вы посмотрите на него глаза, это просто ангел. Вот я захожу, он смотрит прямо в душу и соответственно, этот парень по-любому должен жить и этот парень по-любому будет жить и его жизнь, самое что обидное, его жизнь заключается в какой-то цене, какой-то укол, один укол для человека и все, и он будет жить и будет всю жизнь нас с вами потом еще благодарить. Поэтому, друзья, все реквизиты на тебя остаются в описании к этому ролику, они остаются в первом закрепленном комментарии. Я лично все это подтверждаю, что это не мошенники, не какой-то фейк, не что-то выдуманное. Я лично готов за это ручаться и гарантировать. Я очень сильно каждого из вас прошу взять свой телефончик и сделать доброе дело. Вот сегодня у нас у всех есть возможность помочь и спасти жизнь такому молодому парню, чтобы он жил дальше. Кто занимается съемками? Чем бы вы ни занимались, есть желание контакты с Маргаритой напрямую организую, приезжайте, снимайте. Те, кто скажут, что вот на этом я, например, хайпую, еще кто-то, говорите, пусть будет больше хайпа в отношении этой темы, пусть будет больше людей, которые приезжают, делают посты в Инстаграм, пусть будет больше людей, которые снимают ролики, пусть нас, таких хайповых, будет больше. И тем самым вы быстрее соберете нужную сумму и ваш ребенок будет жить. Я уверен в этом 100%, что мы сейчас сообща этот вопрос решили просто. Нам нужен, я не знаю, месяц-два, ребята, но мы должны. Осталось какие-то 107 миллионов. Звучит, ого, 107 миллионов. Соберем. Вот давайте все вместе это и сделаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова